Привет, подписчики моего гостям! Я Джетли, и меня просили снять видео о том, как мне угрожали. Вот, угрожали мне несколько раз. В принципе, мне почти всегда угрожают. Но именно на ютубе мне угрожали, наверное, ну, раза два или три. Так что я расскажу именно про эти разы. Вот, у меня есть в группе, собственно говоря, записи угроз в аудиоформате. Были записи, типа, как мне комментариями угрожали, там, вот это вот всё дерьмо. Угрожают мне почему-то в основном люди, которые были моими подписчиками. То есть, как минимум два человека были моими подписчиками, после чего начали мне угрожать. Короче, я же рассказывала, да, как был чел, который собирал оружие, типа, из пневматики делал огнестрел. Сначала он неплохо донатил. Хорошо донатил. Тысяча по четыре, по пять. Я ему нравилась, да, но я сказала, что я не буду с ним встречаться. Он обиделся и начал мне угрожать. Собственно говоря, вот вся причина, почему людям не угрожает. Дело было в том, что меня хотели закатать в бетон. Это было ещё до лечения, когда я была молода, красива. Собственно говоря, ни для кого не секрет. Любые данные человека можно, ну, через интернет узнать. Просто надо знать сайты, на которые надо заходить. Да и даже есть база паспортов, которые сливают МВДшники в сеть. И, типа, их можно купить. Но фокус в том, что из-за того, что я периодически меняю место жительства, адреса, если есть, то они неточные. И, ну, как бы, есть адрес моей прописки, да, но я по ней не живу вообще. И мои паспортные данные он начал распространять, типа, там, вот, начал мне угрожать. Всякие штуки начал делать, там мне звонил. Говорил, типа, выйди на личную клетку. Я там стою, типа, чё, слышь? Крыры, короче, пытался взять меня на понт. В общем, кончилось всё тем, что перестал он выходить на связь, когда его посадили. Посадили его, когда он пытался какую-то сделку провернуть с оружием. То есть, ну, он его продавал, он не чисто для себя его делал. Вот. И его накрыли менты. Бинго. Вот. Второй раз мне угрожал челу. Ну, этот чел был у меня постарше. Типа, может быть, он что-то и мог мне сделать, если бы его не посадили. Но хрен его знает, короче. Не суть. Второй чел был у меня младше на несколько лет. Вот. И изначально он меня засирал. А потом такой ок-пок, сринг, типа, я влюбился. Опа. Вот. Ну, типа, я ему тоже сказала, что я не буду с ним встречаться. Я не это... Не пить. Этот чел мне тоже угрожал. Ну, не проплачивал. Бесплатные боты, типа, знаете, есть, которые смс-ками бомбят. Бомберы вот эти вот. Но проблема в том, что у меня сейчас... Ну, сейчас три номера. Тогда было два номера. Я просто один номер отключила, и все. И, типа, вообще похуй, что на него там приходит. Как бы насрать. Вот. Мне там скидывали из беседы, что он туда кидает. Он пытался про меня видос снять. В итоге разоблачительный видос получился. Видос про то, как он ноет, что... Типа, он меня не любит. Ну. Ребят, если вы снимаете разоблачительный видос, пожалуйста, снимайте его до конца. Просто со всеми подробностями. Просто со всем вот этим вот грязным бельем, да. И не надо, не надо ныть о том, что, типа, ты что-то к этому испытываешь. О том, что, типа, этот человек тебе что-то такое сказал. Что тебя обидел. Ну, бля, бывает. Просто, если куда-то идешь, иди до конца. А не как я со своими увлечениями. Этот чел состоит в ПНД. Я думала в ПНД написать по его району записку. О том, что вот вы посмотрите вот со скринами, да, что он вот в интернете пишет. Ему нужно лечение принудительное, как бы, да. Но я подумала, что... На хер заморачиваться. И, в общем, забила. Хотя он, вроде как, если судить по этим скринам, пытался нанять человека, который выследил бы меня и побил. Он пытался нанять его по адресу прописки. Возможно, у него просто не хватило денег, да. Вот, но по адресу прописки я не живу, так что мне вообще все равно. Бомберы, конечно, немножко противненько, да, но не смертельно. И он на это тоже забил. И хорошо. Не пришлось ничего мне писать никуда. Ничего не пришлось мне никому скидывать. Но так, в онлайне мне тоже люди угрожали, типа... Когда я училась в Строгановке, мне люди угрожали из-за того, что у них получился сломанный телефон. Когда я сказала девочке, что я лечу котят от того, что у них выпадают глаза. Типа, мне приходится делать им уколы, но это не помогает. У них все равно выпадают глаза, потому что это кошачий герпес. Я не знаю, какое от этого, ну, правильное лечение. Типа, я их водила к ветеринару. Он назначил лекарства, но то ли было поздно, то ли доза была не та. Потому что это микродоза для микрокотят, блин, и типа им не помогло. В общем, кто-то кому-то сказал, кто-то кому-то передал. Вот. И в конце концов мне начали угрожать, что у меня вот просто костни лягут, но выкинут из этого института. Потому что якобы я выковыриваю глаза котятам, якобы я живодер и все прочее. И я такая, блядь, ребята, нормально, поговорить со мной нельзя, типа, узнать. Историю. Что бы ты ни сказал, все это могут перевернуть с ног на голову. И сделать из этого какую-то пиздец трагедию, и тебе потом за это достанется. Так как я не чувствовала в себе силы за что-то бороться, куда-то стремиться и платить за это деньги. Я просто ушла в другой универ. И училась там. Типа, мне было на строгановку, грубо говоря, глубоко насрать. Возможно, мне еще будут угрожать, возможно, не будут. В общем, бери от жизни все. Каждая угроза пускай будет в твой адрес, да? Вот так вот. Мне кажется, мне еще будут угрожать. Не знаю почему, но мне так кажется. Да, этот чел еще, который последний, который меня младше был в ПНД состоявший. Типа, ничего не имею против ПНД, я сама туда хожу. Сама там состою, но я никого не бомблю, я никого не доебываю. Он бомбил мне стримы на Твиче, накрутил там подписчиков, и меня закинули в теневой бан. С тех пор я не стримлю на Твиче, у меня там новый аккаунт, конечно, но я там больше не стримлю, не хочу. Типа, мне этого вот всего не надо. Если хочешь добиться девушку, делай с ней мемы. Но не бомби комментариями стримы и не накручивай подписчиков. Это ничего не дает. Накручивай просмотры, блин. Пускай будет миллион просмотров. Какой смысл от миллиона подписчиков, если просмотров всего 200 штук? Неправильная тактика, брат, неправильная. Я неинтересно рассказываю, происходит это намного интересней. Чукча не читатель, Чукча писатель. Спасибо за просмотр. Можете написать в комментариях, угрожали ли вам когда-нибудь кто-нибудь. И как это было. Ну и все. И все, я вам поставлю лайк. Если вы захотите, мы можем их в следующем видео зачитать. Пишите, о чем еще снять видео. Вот. Приходите на стримы, подписывайтесь на телегу, на бусте. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.